Добрый вечер, дорогие друзья! Я рада сегодня представить нашего гостя Владимира Осечкина в прямом эфире, сегодня с нами. Поэтому у вас есть возможность не только послушать ответы на мои вопросы, а и задавать ваши вопросы. И самые интересные вопросы мы обязательно Владимиру зададим и попросим ответить. Владимир, здравствуйте! Здравствуйте, Олеся! Спасибо за приглашение и приветствую всех наших уважаемых подписчиков и зрителей. Я сразу скажу для тех наших постоянных зрителей, которые знают, что по пятницам у нас выходит обычная итоговая программа с Савиком Шостером, что сегодня мы с Савиком не будем выходить, потому что у Савика есть уважительная причина, у него очень хорошее событие, на котором он сегодня присутствует. Я не буду говорить, какое, потому что я думаю, что в следующую пятницу, а в следующую пятницу мы обязательно возобновим наши программы, он сам нам об этом расскажет. Владимир, а мы с вами сегодня обсудим много очень важных, разных тем, которые влияют непосредственно на нашу жизнь. И я хочу предложить нашим зрителям пока во время нашего стрима проголосовать. Голосование мы традиционно делаем в нашем телеграм-канале Дмитрий Гордон, друзья. Сегодня мы у вас спрашиваем, отпустят ли террориста Гиркина на войну. Варианты ответов «да» и «по-тихому» уберут. Вариант второй «нет», «свобода» ему больше не светит. Я объясню, почему мы об этом сегодня спросили. Потому что появилась информация якобы от его адвокатов, что они договорились с руководством Кремля. То есть по факту мы понимаем, что такие истории без одобрения Путина не происходят. Они договорились о том, что его из тюрьмы выпускают, и он едет воевать в Украину. Кстати, абсолютно привычное для него занятие. Но потом появилась информация от близких, от его, от жены, о том, что это всё неправда. Тем не менее, Владимир, вот мы, наших зрителей и друзья, вы заходите, у нас это всё вот под нашим видео есть. Голосуйте, подписывайтесь на телеграм-канал. В конце нашей программы мы обязательно покажем результаты ответов. Владимир, я хочу, чтобы вы прокомментировали эту тему. Скажите, пожалуйста, есть ли у Гиркина шансы выйти вот таким образом на свободу, и насколько он в безопасности или в опасности? Гиркин Стрелков – это военный преступник, это офицер, полковник ФСБ России. То, что они делали, начиная с конца 2013 года, начало 2014 года, это, очевидно, уже установлено судом, это военные преступления, и он один из сообщников и Бортникова, который рулил процессом, и самого Владимира Путина. Могут ли два самых влиятельных в России персонажа, Путин и Бортников, допустить, чтобы их подельник, именно подельник, их сообщник, оказался в руках ВСУ Украины и был, например, передан для Международного уголовного суда в ГАГУ? Могут ли они допустить того, чтобы их сообщник начал давать показания? Конечно же, с одной стороны, внутри путинской системы происходит определенная ротация. И те, кто курировали, например, Гиркина-Стрелкова, они переводятся сейчас на другие направления. Если вдруг система про него, скажем так, подзабудет, то на какой-то момент его могут действительно отправить на передовую, но с одной единственной целью. Наверное, чтобы лучше спалось и Бортникову, и Путину, для того, чтобы там без шума, без пыли его убить, как они выражаются, обнулить тем, чтобы война списала это. Окажись, он сейчас сохранил свою жизнь в российской тюрьме, а вдруг завтра депутинизация, а вдруг завтра Лебединое озеро, а вдруг завтра этот Гиркин-Стрелков будет из тюрьмы давать пресс-конференцию, рассказывать, кто отдавал команды, кто снабжал их тяжелым вооружением, кто обеспечивал коридоры отхода для того же Бука, чтобы он выкатился обратно в Россию и так далее. Могут себе это сегодня позволить генералы армии и генерал-полковники российских спецслужб? Я думаю, вряд ли, по крайней мере, пока они в здравом уме, при памяти. Поэтому шансы на то, что он выйдет на свободу, они минимальны. Шансы на то, что они его отправят на передовую, и там он закончится в течение считанных дней, ну, они достаточно высокие. Хорошо. Владимир, скажите, пожалуйста, по вашей информации, что сейчас происходит внутри российской армии? Я имею в виду и моральное состояние, и материальное состояние, и обеспечение техникой разными видами вооружений. Вот то, чем они сейчас дышат, и в каком состоянии находятся. Последние дни, после выхода моего из отпуска, я очень часто регулярно общаюсь в Сочи. И это Сочи, это не Краснодарский край, не город-курорт, а Сочи это самовольно оставившие войсковую часть. Из российской армии бежит огромное количество мужчин. Кто-то бежит, потому что не хочет принимать участие дальше в этой войне. Кто-то прозрел, и в какой-то момент, не знаю, в том числе, наверное, ваша, наша, вот общая работа, они им раскрыли глаза. Кто-то, например, сегодня у меня были полтора часа разговора с одним из российской военной разведки, который прислал нам достаточно интересные файлы, которые мы покажем, в понедельник опубликуем стиль переговоров командира 506-го полка со своими подчиненными и прямые доказательства незаконных, бесчеловечных приказов. Но, в общем, общаясь с ними, почерпнул несколько новых составляющих. Первое. Вся вот эта история, когда они рекламируют российскую армию с рэбами, с танками, с дронами и так далее, это все есть в лентах у военкоров, у Роспропаганды, в реальной жизни у, как правило, рядовых бойцов ничего этого нет. Автоматы калашников 20-30 летней давности, очень скудное вооружение, практически полное отсутствие рэбов, отсутствие дронов. У кого-то там дроны кто-то покупает в кредиты за свои деньги, потом у них отбирают, передают туда, куда там в их понимании, в кавычках возьмем, нужнее. То есть в целом есть гигантский разрыв между тем, что рекламирует Роспропаганда и тем, что в реальной жизни. И наоборот, при том, что многие СМИ пишут о том, что ВСУ не хватает этого и этого, они прямо рассказывают о том, что они сталкиваются с хорошо экипированной, хорошо вооруженной, хорошо подготовленной армией. Например, ну я сейчас несколько вот выдерну из контекста таких самых ярких впечатлений. Например, они говорят о Брэдли, о бронетранспортере, который практически неуязвим, и его очень тяжело в их понимании там поджечь. То есть вот, например, эта военная техника, поставляемая Западом, она себя зарекомендовала очень хорошо. Например, они прямо рассказывают о том, что даже находясь на передовой, они стремятся никаким образом не сбивать украинские дроны, потому что существует практика. Если ты сбиваешь один дрон, туда на это место прилетает 10 дронов, и тебя закидывают за шиворот, там и в твой рюкзак, и все вокруг испепеляют. Что на самом деле интересная информация, потому что те же самые дроны, которые показывают военкоры, все это, видимо, там в каких-то единичных экземплярах, а в целом у большого количества российских подразделений этого просто нет. Существует очень серьезный разрыв в плане оснащения дронами. Потом, конечно же, вот история их показаний про ямы, про пристегивание к дереву, про абсолютно бесчеловечные приказы, про регулярные избиения. Например, один из военных разведчиков мне сегодня с утра, мы записали, зафиксировали эти показания, у нас есть там и документы, и мы сейчас все это будем использовать. Он рассказывал о том, что с одной стороны пропаганда их настраивала на то, что враги у них перед ними в Украине, а с другой стороны, вот почему конкретно этот военный разведчик сбежал из 56-го полка, потому что он понял, что у него еще и враги иззади, он в окружении врагов, в его представлении, потому что его командиры, просто потому что они там вовремя не дошли из пункта А в пункт Б из-за каких-то объективных причин, его вызвали, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избили, и чуть его там не расстреляли, там постреляли мимо него, и он понял, что в следующий раз просто он получит пулю, не знаю, там в затылок или в спину ему выстрелят, и он перестал, утратил доверие к командирам. И особенно там, если мы возьмем там последнее видео, которое мы опубликовали на нашем канале, где четверо командиров разных подразделений того же 506-го полка и один из рядовых, они рассказывают, что командиры занимаются поборами, вымогательствами, приказывают солдатам забирать карточки, на которые перечисляются деньги у их убитых товарищей, то есть по сути дела занимаются мародерством по отношению к своим же бывшим сослуживцам убитым. Все это говорит, конечно же, о моральном разложении и об отсутствии каких-то законных методов для наведения порядка внутри вот этой вот российской силовой системы. Я им спрашиваю, почему вы сбежали? Вы же воевали за вооруженные силы, подписывали сами контракты, вы представляли, что с той стороны у вас враги. Почему же сейчас вы в Сочи? Почему сейчас вы вынуждены прятаться? Почему сейчас вы, в конце концов, на нас выходите для того, чтобы опубликовать какие-то материалы на ГУЛАГу нет, когда мы в вашем же представлении вашей Роспропаганды экстремисты, несистемные, оппозиционные, ну и в общем прочие, 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 вплоть до шпионов, там НЛО, ЦРУ, Китая, там Украина и так далее. Ответ прост, потому что внутри системы они не могут добиться защиты своих прав, не могут добиться справедливости, они приходят к военным прокурорам и следователям и рассказывают о том, что у них их командиры грубо нарушают приказы, в состоянии сами алкогольного опьянения учиняют там пытки или расправы и так далее, а на них со стеклянными глазами там смотрят и так далее. И вот знаете, когда я по концовке спрашиваю всех, а за что же вы тогда вообще воюете? Зачем вы тогда изначально воевали? Многие из них впадают в ступор, кто-то из них прозревает, признает свою ошибку, кто-то теряется, потому что просто он ну как бы утратил любые координаты. Но в общем эта ситуация на самом деле очевидно идет внутренний развал и при том, что рост пропаганда трубит, что наш паровоз там бронепоезд мчится и так далее, и так далее, все это достигается вот этими сверхусилиями по, благодаря жестокости, бесчеловечности приказов, благодаря тому, что людей просто гонят на убой, их никто не считает. Один из военных сегодня с утра привел следующее сравнение, он говорит, когда он жил в Подмосковье и предприниматель там вел какую-то стройку, вот этих приехавших гастарбайтеров таджиков, они там берегли, заботились о них, потому что здесь же к своим, по отношению к своим собственным солдатам, они прекрасно понимают, да, положили там в лесополке семь человек утром, вечером тридцать пять человек на ровном месте и подвезут еще новых, подвезут еще новых, потому что там в России работает машина распропаганды, работает печатный станок и вешается лапша на уши, что у вас все будет хорошо, им рисуют замечательную арифметику, как они станут мультимиллионерами и так далее. А в реальности там все в считанные там месяцы, это пакеты, трехсотые, без рук, без ног и так далее. И видимо, судя по настроениям, потому что начался такой очень серьезный всплеск обращения к нам на горячую линию, с одной стороны можно подумать, что это связано с этим видеообращением командиров и рядовых, почти миллион просмотров, а с другой стороны я вижу тенденцию, что из разных подразделений сообщают об одном и том же. То есть, судя по всему, там абсолютно моральное разложение на среднем и высшем офицерском уровне и, соответственно, солдаты просто в какой-то определенный момент могут, наверное, появить у них какой-то харизматичный там лидер, который может с собой повезти. Я думаю, что запросто огромное количество из них развернется и пойдет на Москву, ну, потому что каждый из них так или иначе сталкивался с несправедливостью, с ямами, с избиениями. Ну, и вот то, что мы в понедельник опубликуем, это видео будет 18+, там видно, как командир полка дает приказы, там мат-перемат, унижение, отношение хуже, чем к скоту. Это к своим собственным согражданам, к своим солдатам и так далее. Поэтому, конечно, того, на чем их там растили и воспитывали вот эти вот фильмы про Великую Отечественную, про Вторую мировую, это все не имеет никакого отношения к тому, что сегодня происходит в Российской армии. Еще раз подчеркну, большего позора за всю историю Российская армия не переживала, как во время этой подлой оккупационной войны при диктаторе Путина. Володя, скажите, пожалуйста, вот этот представитель российской разведки, российский разведчик, что он говорит о Курской операции, как они ее проморгали? Этот конкретный он с донецкого направления был, но я разговаривал и с теми, кто на курском направлении так или иначе там был или кого сейчас туда пытаются отправить. Существует разрыв связи и например, два батальона одного и того же полка находятся на сопредельных участках, по идее должны друг другу помогать, у них даже между собой нету радио связи по рации, чтобы они связались, запросили огневую поддержку и так далее. То есть там в штабе все у всех есть, те, кто реально воюет, у них даже между собой зачастую идет дискоординация, иногда бывает и огонь по своим же, причем даже не иногда, а очень часто. Если это на этом уровне настолько вот такой вот бардак, но чего удивляться, что они могли все это просто проморгать. Плюс, один из них сегодня нам рассказывал, как раз тоже фиксировали эти свидетельства, запрашивают ту или иную вид огневой поддержки или эвакуации и так далее, им просто из штаба никаких ответов, никаких там ни да, ни нет, ни подождите, просто ничего. Связь в одностороннем порядке, отношения как к скоту с оскорблением, с унижением. Ну, в общем, люди все в понедельник послушают, мы просто под выходные сейчас подумаем, как это все самое большое количество матов запикать, чтобы все-таки YouTube не сразу удалил это видео, но люди послушают, и я думаю, что чем больше вот этой вот информации из недороссийской армии будет публиковаться, тем больше людей внутри России прозреет и поймет, что нельзя в этой преступной войне принимать участие и соучаствовать в этой подлости. Еще раз подчеркну, люди с оружием в руках приходили в армию, им там вешали лапшу на уши, что они будут что-то там защищать, вынуждены сами сбегать, скрываться, потому что опасаются ни ВСУ, ни ГУР, они опасаются собственных командиров, собственных комбатов, командиров полка, которые их запросто обнуляют или бросают на заведомо невыполнимые задания. И, да, большая часть из них сейчас уже когда-нибудь задаешь вопрос, они говорят, да, теперь мы понимаем, что наши враги не в Киеве. Ну вот, можно было изначально в принципе посмотреть. А вот это мой следующий вопрос. Вот если они говорят, что они понимают, что враги не в Киеве теперь, то а где же их враги? Понимают ли они, что их враги в Кремле? И главный враг это Путин. Что они о нём говорят? Потому что вы явно с ними обсуждаете эту тему. Вот как вы чувствуете, какими словами они его называют? Делают ли они это заключение логическое, что, а вот, ну, как бы, если нет, то почему они в этой ситуации оказались? И дальше от этих заключений к действиям. Готовы ли они при каких-то обстоятельствах перейти к действиям? Люди с хорошим образованием, с логикой изначально вот в этих, на этой позиции не оказываются в России. Они либо уже уехали из России, либо внутри России находят какое угодно себе род занятие, но только чтобы не отправляться на войну. С теми, кто отправляется на войну, ещё раз подчеркну, это в основном это жертвы пропаганды, это история каких-то людей там бедных, нищих, сможем повторить, и это там история, ну, по сути дела, людей, которые логически никогда и не мыслили, иначе бы они просто не оказались в этом месте. И у них есть гигантский разрыв. Ещё раз говорю, даже я, вот я сегодня одного внимательно слушал полтора часа, в конце спросил, а где враги? И вот он мне сказал, вокруг враги. То есть вот их они сейчас пришли ментально в очень тяжёлую, тупиковую ситуацию. Они понимают, то есть они не могут избавиться от мифов, что в Украине враги, потому что и держали оружие в руках, и там стреляли, и воевали, и понятно, что война, друг друга убивают. И тут враги. И вот это вот ментально они попали в какую-то, не знаю, там ловушку, и из этого лабиринта их придётся кому-то очень долго выводить. Но мы свою лепту вносим в это, но не переоцениваем себя и понимаем, что шансов нет. Ну что они говорят о Путине? Он отвечает на вопрос конкретно про Путина. Для них Путин, некоторые из них с матом про Путина говорят, а некоторые притыкаются как будто бы я упомянул Иисуса Христа или Аллаха. Что это такое? Это для них некое такое божество, которое для них вот где-то там. Это не менеджер, которого избрали для того, чтобы он эффективно управлял государством, а это возведённый куда-то там на каком-то там политическом олимпе. на самом деле тяжёлая ситуация. Вот я ещё раз говорю, там очень много поломано. Я уж не знаю, это нерволингвистическое программирование, это ещё какие-то методы, которые сейчас используются и которые пока не разоблачены. Но, конечно, любой человек, обладающий критичным мышлением и имеющий как минимум среднее образование, давно бы уже в принципе дошёл до определённых очевидных истин. Им для этого приходится побывать в этой мясорубке и выбираться оттуда кто-то там после ранения, кто-то после двух, кто-то после трёх ранений и так далее. до сих пор. До сих пор. Продолжение следует...